Листоты на древах нема, это да поможет разглядеть гнездо с шегла, спадяются выкладчики на вышенцы Могилевского агролесотехничного колледжа. По словах биологов, оно литерально изливается с колером древа, а сам шегол таки ж маленький, як синица циварабей. Мы здесь видели щегла, самец очень броский такой по окраске, поэтому далеко заметен, хорошо виден. Но, к сожалению, гнездование, мест гнездования мы пока не обнаружили. Хотя сама территория, сам ландшафт очень подходит для гнездования этой птицы. Он предпочитает именно жить в таких местах, где есть растительность, лиственные породы и недалеко располагаются населенные пункты, а также лесные массивы. У Беларуси запланованный выпуск монет и паштовых марок с выявой птушки хода. А на вышенце колледжа, будущие биологи, работники лесной господарки, рыхтуют викторыны, конкурсы и не только. В конце января мы проводим информационные часы, посвященные году птицы. В 2018 году будет год щегла. В этом году мы проводили год жаворонка. Ходили по более младшим группам, рассказывали им про этих птиц и также будем рассказывать про щегла. Специалисты свержают, что щегол вельми прыгожа спевая. В засаде утримливают только декоративных хатних птушек. Але в наступном году плануют поселить у вольеры из щегла. В нашем засаде содержится большое количество птиц, индюки, утки, цесарки, различные виды кур, различные виды фазанов, также страуса. Но как этот год объявляется годом черноголового щегла, мы планируем приобрести эту птицу, так как она очень характерна красивым перенеем и певчим голосом. С надыходом морозов на территории в учебной лаборатории за осад з'явятся кормушки, пакули их не развешивают. Кажут, капни притягнуть великих птушек, ворон, галок. Татьяна Сергеевич, Дзянис Бутылин, Новины региона.